Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Добрый вечер в Украине. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. 12.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белошева. Поменять бумажный паспорт на пластиковый оплатят его стоимость и административные услуги. Цена станет известна после принятия закона. А полностью заменить все внутренние паспорта в миграционной службе планируют в течение 4 лет. Безвизовые потуги. Отмену скандальной поправки в закон о предотвращении коррупции рассмотрит Верховная Рада. Речь идет об отсрочке электронной подачи налоговых деклараций чиновниками до 1 января 2017 года, которая может повлечь за собой проблемы с введением безвизового режима между Украиной и странами ЕС. Об этом сообщил спикер Владимир Гройсман на своей странице в фейсбук со ссылкой на сайт парламента. Там сегодняшним числом зарегистрирован текст этой правки и сопроводительные документы. Дату 1 января 2017 года предполагается удалить, а закон вступит в силу со дня его опубликования. Судили, да не досудили. Это снова о Геннадии Корбане. Теперь Киевский апелляционный суд решает, заменить ли ему содержание под стражей на домашний арест. К чему пришли, расскажет Елена Зорина. На улице автозаки и нацгвардейцы. Внутри много журналистов и группа поддержки с плакатами. Будет ли сам Корбан, адвокаты не знали до последнего. Мол, а подзащитным не было вестей с 28 декабря, когда Днепровский суд столицы решил взять лидера укропа под стражу. Мы шукали его по СИЗО. Я не знала, где он находится. Мы сейчас выяснили, что он находится на лековании в институте Амосова. У меня была операция. У меня еще планируется еще одна операция. Пока в больнице. Мне еще проводят лечение. Подозреваемого привезли. Выглядит он бодро. Даже пытается улыбаться. За решеткой у него бумаги и вода. Адвокаты сразу же требуют отвода двух судей. Не исключают, чтобы было вмешательство в автоматическую систему распределения дел. Мол, о том, кто будет вести дело, узнали из прессы, когда об апелляции только думали. А еще одного судьей сын работает в прокуратуре. Обращается к служителям ФМИДе и сам Корбан. Не будьте преступниками. Я не признаю власть вашего суда. Прокуроры против. Говорят, причин для замены судей нет. А сами люди в мантиях убеждают, было вмешательство в распределение дел или нет, выяснят. Пока расспрашивают адвокатов. Судьи берут паузу. Мол, и рассматривать-то пока нечего. На сегодняшний день отсутствуют материалы. Самая справа не подошла из Днепровского суда. Изменять ли меру пресечения Геннадию Корбану, впрочем, как и брать самоотвод, сегодня судьи не стали. Заседание длилось не больше часа. Собраться снова решили лишь на следующей неделе, 13 января. Елена Зурина, Даниэль Косаковский. Подробности телеканал Интер. Ни дня без перестрелок. В Широкине противник не прекращает провоцировать украинских солдат на ответный огонь. Военные считают, что боевики просто сделали из поселка реалити-полигон для новобранцев. Все подробности расскажет Станислав Кухарчук. Антон, вот здесь быстрее. Здесь открытая местность постреливаться. Даже на новогодние праздники в Широкине безопаснее не стало. На предельной скорости мы подъезжаем к нашим крайним позициям. Время от времени боевики простреливают этот участок. Днем работает снайпер. Его позиции где-то в тех развалинах. Для украинских морпехов он настоящая головная боль. Ответный огонь открывать нельзя. Поэтому двигаемся только перебежками. Мы где опасны? Пробежались короткими перебежками. По сути, перемирия тут никогда и не было, говорят морпехи. Вражеские стрелковые атаки в Широкине чуть ли не каждый день. Тактического значения они не имеют. Наши военные предполагают, боевики просто превратили село в тренировочный лагерь для своих новобранцев. Такое ощущение, что происходит проверка. Вы здесь, мы здесь. А вы и мы тоже. Мы охраняем, обороняем наш рубеж. У нас все под контролем. Наверное, как бы дальше решать политикам. Но даже в минуты затишья нашим бойцам Широкина скучать не приходится. Вот морпех с позывным «Мамай» оборудовал на позиции спортивный зал. Дома он занимался кикбоксингом. На войне тренировки решил не бросать. Да и согреться помогает. На улице минус 15. Начинаю забивать. Ну, стынусь похожим на сонное существо. Реакция падает. Греются и сами о своих питомцах не забывают. На этот опорный пункт прибило 7 бездомных собак. Животных бросили местные жители, когда бежали из Широкина. На довольствие поставили, как военные собаки, атошные, настоящие. Они как-то помогают? Конечно помогают. При малейшем взрыве услышали звук только взрыва. Они уже сразу голос подают и выскакивают. Там, где сторона взрыва, откуда пошла вспышка. Наши собаки, наши помощники. Эти морпехи уже второй месяц в Широкино без ротации. С тяжелым фронтовым бытом ребята уже свыклись. Но очень скучают по дому. Особенно в канун Рождества. Станислав Кухачук, Вадим Ревун, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Не умолкает противник. И в зоне отток решительным действием не переходит. Но все так же держит наших солдат в напряжении. Украинское тяжелое вооружение, отведенное по Минским соглашениям, бойцы поддерживают в постоянной боевой готовности. С передовой наш корреспондент Геннадий Вивденко. Вот главное значение, в принципе, танкистов в эту морозную погоду, собственно, завести сам танк. Несколько минут, и он, в принципе, готов к бою. Двигатель этого танка завели быстро. Аккумулятор не успел замерзнуть. Бронетехника должна быть в полной боевой готовности, несмотря на лютую стужу. Сейчас минус 22. Поэтому танки прогревают и заводят 3-4 раза в сутки. Днем и ночью. Ну, а что вы сделаете? Мы люди військовые. Мы должны. Если Батьковщина сказала, что защищать Батьковщину, значит, мы должны. И не зверяючи на морозы. Противник на этом участке фронта пока активности не проявляет. Но наши воины готовы ко всему. Это точка базирования одной из украинских танковых род. Технику отвели осенью из района поселка Крымская. Одной из самых горячих точек в зоне АТО. Танкисты живут посреди леса. Уже обустроили лагерь. Танкисты переходят к как называемой третьей стадии боевой подготовки. То есть после прогрева и завода двигателя идет откачка масла из коробки передач. Затем мотор бережно укутывают в одеяло. Мы так быстро охлаждались. Танкисты, что вы сделаете? Геннадий Вивданго, Сергей Дубинин, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Луганской области. Польша вооружается и увеличивает количество своих военных. Министр обороны Антоний Мацеревич рассказал о создании трех бригад национальной обороны, которые разместят на восточных рубежах. Туда же стянут и существующие подразделения. По словам главы оборонного ведомства, страны основная угроза безопасности Европы исходит со стороны России. Поэтому в Польше хотят вдвое увеличить численность армии. Сделают это не сразу. Сейчас контингент насчитывают 80 тысяч военных. Министр намерен довести его до 150 тысяч. Исламский кризис за развитием конфликта между Ираном и Саудовской Аравией следит весь мир. Дипломаты обеих стран пытаются договориться. Военные готовятся к полномасштабному столкновению. А эксперты обсуждают, чем все это может закончиться. О возможных сценариях наш израильский корреспондент Сергей Ауслендер. Вслед за саудитами дипломатические отношения с Тегераном разрывают Бахрейн и Судан. Повод нападения на посольство Эр-Рияда в столице Исламской Республики, что в свою очередь стало ответом на казнь известного шиитского проповедника. Иран и Саудовская Аравия обладают крупнейшими в мире запасами нефти. А значит весь сырбор из-за нее. Так говорят некоторые эксперты. Но с тем же успехом можно утверждать, что земля плоская, а Волга впадает в Персидский залив. Конфликт этот длится столетиями. Мы лишь наблюдаем очередное обострение. В основе этого конфликта глубочайшие религиозные противоречия. Это те самые шииты и сунниты, разницу между которыми так и не понял российский президент Владимир Путин. Казненного проповедника Бакра Аннимра саудовские власти считали сепаратистом. Сам он утверждал, что боролся за равноправие шиитов, которых меньшинство в суннитском королевстве. Живут эти люди в основном в тех районах, где добывают нефть и любые беспорядки. Там Эр-Рияд воспринимал очень болезненно. Шиитский ран всегда поддерживал своих единоверцев. И вот его убийство, естественно, это сам по себе, конечно, вопиющий факт. Но с другой стороны, надо немножко понять саудитов, которые пытаются бороться, во-первых, с внутренней стабильностью, с сепаратизмом. Война в Сирии окончательно рассорила две страны. Саудиты хотят, чтобы Асад ушел. Тегеран настаивает, чтобы он остался. Разделяет государство Персидский залив, нефтяная артерия планеты. Отсюда черное золото идет в Европу и Америку. И можно понять озабоченность, с которой в Вашингтоне восприняли это обострение. Мы не посредники на рынке и лишь добиваемся, чтобы страны, вовлеченные в этот конфликт, решали все вопросы с помощью диалога и мирных переговоров, чтобы ситуация урегулировалась мирным путем. Но специалисты не исключают и самый плохой сценарий. А со мной американский генерал Энтони Зинни заявил, что вероятность войны довольно высока. А последствия как раз просчитываются плохо, но то, что они будут ужасными и для Ближнего Востока, и для мира в целом, никто особо не сомневается. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Внимательно следят за конфликтом Саудовской Аравии и Ирана и в Турции, но здесь громких заявлений не делают. Сосредоточились на внутренних проблемах. Что тревожит официальную Анкару больше, чем Ближневосточный кризис, расскажет Вениамин Трубачев. Он в Стамбуле. Турецкие власти не спешат становиться на сторону Саудовской Аравии или Ирана. По этому поводу здесь высказываются очень сдержанно и дипломатично. Мол, обе страны друзья Турции и призывают немедленно снизить градус конфликта. Иначе это может привести к вооруженному противостоянию. Вице-премьера Нуман Куртулмуш даже сделал специальное заявление, основной тезис которого Турция готова выступить в роли миротворца. Ближний Восток и так сидит на пороховой бочке. Еще одного вооруженного конфликта регион не вынесет. Мы считаем, что дружественные для нас Иран и Саудовская Аравия должны проявить сдержанность. Не утихают волнения и в самой Турции, точнее на юго-востоке страны. Там компактно проживают курды. Самая напряженная ситуация сейчас в районе города Джизре. Боевые действия там не прекращаются ни днем, ни ночью. Турецкие военные заявляют, что ведут огонь по вооруженным членам рабочей партии Кургистана. В свою очередь курды утверждают, что правительство с помощью оружия пытается ослабить их политическое влияние. Обычные люди вынуждены покидать город под грохот канонады. В наш дом попало около 20 пуль. У меня четверо детей, и мы чудом спаслись. Сейчас убегаем от танков и минометов. А на побережье Эгейского моря сегодня спасатели обнаружили тела 27 человек. Трое из них дети. Уже установлено большинство сирийские беженцы. Очевидно, мигранты пытались на двух лодках попасть в Грецию, но начался шторм. Лодки перевернулись и затонули. Некоторые сумели самостоятельно доплыть до берега. Это, конечно, невероятно, учитывая, что сейчас на море большие волны, а вода в буквальном смысле ледяная. Лодка разбилась о скалы, и люди пытались сами плыть. Хотели им помочь, но не получилось. Они погибли. Поиск в море продолжается, и с каждой минутой все меньше шансов, что спасатели смогут обнаружить живых людей. Но такие трагические случаи мигрантов не останавливают. Новые лодки с беженцами сегодня снова вышли в море. Вениамин Трубачев и Владлен Ноль. Подробности телеканал Интер. Стамбул. Турция. Кёльнский синдром. Германия шокирована волной новогодних преступлений. Около тысячи выходцев из Северной Африки во время праздничных гуляний на центральной площади Кёльна устроили массовый дебош. Разгоряченные парни приставали к девушкам, отбирали деньги и ценности. В полицию города обратились около сотни пострадавших. Одна женщина заявила об изнасиловании. Мэр города собрал экстренное заседание кризисного штаба. Цифра в тысячу человек не взялась с потолка. Примерно столько находилось на площади, когда совершались преступления. И эти люди не были простыми свидетелями. Они удерживали женщин и не давали им сбежать. Поэтому стали соучастниками. В Харьковской области в новогоднюю ночь буквально на глазах у родителей выкрали 17-летнюю дочь. Искали ее всем селом. Вернулась сама спустя 4 дня. Сегодня стали известны шокирующие подробности. Кто из родственников держал девочку в заложниках, расскажет Лидия Калинина. Рубежное маленькое село в 50 километрах от Харькова. Молодежи здесь немного, развлечений нет. В новогоднюю ночь директор местной школы решила устроить дискотеку. Уже после полуночи пошла с мужем открывать зал. У входа, оказалось, забыли ключи. За ними отправили дочку Иру. Идти недалеко девочка должна была вернуться за пару минут. От Ириного дома до школы рукой подать. Тут по прямой их не больше 200 метров. Девочка шла по дороге, уже подходила к зданию. Родители даже видели ее. Но внезапно из кустов на ребенка напали. Родители успели заметить нападавшего и услышать крик дочери. Где-то вот тут, где-то, возле той машины. Там дырка есть в сетке. И как раз таки ее там, говорят, и забрали. Мы пришли, они зовут Иру, уже ищут ее. Пропавшую девочку искали всем селом. Ездили, собирались все охотники. И собирались и односельчане. И ездили, и шукали и по дачах, и везде. И в всех селах объездили 3-4 села. Четыре дня поисков и паники. Все без результата. В итоге, поздно вечером, 4 января, Ира пришла сама. Продрогшая, едва одетая, прибежала к хлебному киоску в центре села. Кто-то стукал в дверь, просился помог. А страшно открывать. Она, когда перейдет до векна, она перешла, сразу узнала. И пустила. Сразу позвонил и папе. И папа приехал. Выяснилось, девочку похитил дальний родственник, двоюродный дядя. Его, прежде судимого, в селе давно не видели. Говорили, отправился в Россию на заработки. Но он вернулся перед Новым годом. К похищению готовился. Ограбил местный магазин. Вынес одеяло, обогреватели, телевизор, выпивку и еду. Скрыл одну из пустующих зимой дач и обосновался там. А в новогоднюю ночь пошел за жертвой. Он держал ее связанною и галтувал ее. В доме мы нашли склянки из-под алкоголя в большой количестве, сигареты, продукты отчувания, презервативы. Выбраться Ире удалось чудом. Улучив момент, когда ее мучитель вышел во двор, девочка выбила окно и сбежала. Самого похитителя удалось задержать лишь сегодня, в лесополосе, неподалеку от села. Он двигался напрямую к автошляху Вовчанск-Харькова. В улице Смузи он опору не чинил и уже поддался впливу сотрудникам полиции. Осеннику грозит до 12 лет тюрьмы. Кроме похищения, на нем еще взлом дачи и ограбления магазина. Девочка же сейчас находится под наблюдением врачей. Лидия Калинина, Андрей Морозов. Подробности, телеканал Интер, Харьковская область. Три человека погибли от переохлаждения в Черновицкой области. Еще около десятка попали в больницу с обморожениями. Как реагируют местные власти и где можно укрыться от холода, узнавала Ольга Поломарюк. Скажи дольше. Ярмистая. Ярмистая. Это небольшая палатка народной помощи, одно из немногих мест в Черновцах, где можно согреться. Ее установили волонтеры. Ежедневно в обед здесь бесплатно раздают горячую еду. Бульон, картофель. Это для того, чтобы обеспечить минимум, чтобы люди не замерзли и утомили элементарный голод. В основном в очереди безработные и бездомные. Пенсионерка Мария Николаевна пришла сюда в надежде хоть немного согреться горячим чаем. Чаем горячим прямо в кипяток. И там дают у них заварку, потому что будет очень мороз, тут может быть буржуйка. Вот только о таких местах знают немногие. В этом году местные власти черновцов решили отказаться от переносных палаток с буржуйками. Мол, морозы еще не такие лютые. Пока еще такой гостерой необходимости мы не видели. Прогноз погоды – это потепление. Темчасовое потепление будет необходимость, значит будем выставлять. Пока чиновники раздумывают о целесообразности передвижных пунктов обогрева, в области уже зафиксированы первые жертвы холодов. Три человека умерли от переохлаждения. Еще около десятка попали в больницу с обмороженными конечностями. Еще два стационарных пункта в Черновцах открыли при больницах, но предупредили. Оставлять на ночевку будут лишь трезвых. А вот в народной помощи обещают принимать всех с одним условием, чтобы не дебоширили. Бывают такие случаи, нам правоохранители помогают, приходят патрули милицейские. Если человек, возможно, даже вжил алкоголь, но поводит это не агрессивно и выполняет наши правила, то они не шлих и пустят. Синоптики пообещали, в ближайшие дни будет потепление, а на крещение вновь ударят морозы. Ольга Поломарюк, Игорь Рига, подробности телеканал Интер Черновцы. Кутаться в пледы и сидеть у электрообогревателей приходится и жителям столицы. Киевляне жалуются на жуткий холод в своих квартирах. Температура во многих домах не превышает 15 градусов тепла. В столичной администрации с холодными батареями пообещали разобраться. И сегодня созвали оперативный штаб по этому поводу. В США почти сутки удерживали в заложниках женщину и 11 детей. Звонок в службу 911 поступил из мотеля в штате Джорджия. Женщина рассказала о ссоре с приятелем. Когда на место прибыла полиция, мужчина отказался открывать дверь и сообщил о заложниках. Старшему из них 17 лет, младшему всего 3 месяца. После неудачных переговоров спецподразделению пришлось штурмовать номер. Заложников освободили. Во время операции злоумышленник нанес удар ножом себе в шею. А сейчас мотивы этого преступления выясняет следствие. Здравствуй, оружие и прощай. Президент США Барак Обама объявил об ограничениях на покупку оружия в Штатах. В чем причина такого решения и как на него отреагировали американцы, знает Дмитрий Анопченко. Он следит за ситуацией из Вашингтона. Восточный зал Белого дома. Президент вышел к прессе, чтобы сообщить, не будет ждать, пока в стране случится новый массовый расстрел. Уже сейчас вводит ограничения на продажу оружия своим решением. Люди умирают, и постоянные оправдания бездеятельности больше не работают. Основное. Стволами запретят торговать через интернет или на таких популярных здесь оружейных выставках. Ведь каждый продавец теперь обязан проверить биографию любого покупателя. Здоров ли психически, не совершал ли преступлений, не замечен ли в домашнем насилии. А полиции и военным президент поручил разработать умные пистолеты и винтовки, из которых сможет стрелять исключительно хозяин. За время своего президентства Барак Обама не раз пытался провести подобную реформу, но каждый раз его инициативы блокировали конгрессмены, заявляя право на свободное ношение оружия для каждого американца гарантировано второй поправкой Конституции. Объявляя сегодня о новых инициативах, президент Обама все же надеется обойти Конгресс. Анонс, мол, президент сообщит об ограничениях, Белый дом распространил накануне. И американцы буквально бросились в магазины, чтобы купить стволы по старым правилам. Это очередь на оружейную выставку, которая проходит сейчас в городке Шантии, в 20 минутах езды от Вашингтона. Все нервничают, вот и начали скупать. Знаете, эти разговоры, последний год открытые продажи оружия, потом ее запретят. Так много покупателей я давно уже не видел. Что повлияло? Конечно же, запрет мотивировал всех покупать и резко поднял продажи. Местная пресса иронизирует, мол, налицо обратный эффект. Именно за годы, пока Барак Обама в Белом доме, американцы и купили десятки миллионов стволов. Только потому, что президент каждый раз угрожал ввести ограничения. Любые оружейные ограничения в Соединенных Штатах тема крайне непопулярная. И поэтому понятно, почему Барак Обама о своей инициативе объявил только сейчас. Он уже не может баллотироваться, но и поэтому может себе позволить не обращать внимания на мнение избирателей. Хотя уже сейчас понятно, что тему оружия возьмут на вооружение, будут спекулировать на ней все кандидаты в президенты. И многие из них наверняка пообещают отменить сегодняшнее решение Обамы. Из Вашингтона Дмитрий Анупсенко, Сергей Коваль, телеканал Интер. Родительские радости китайцев и новогодняя каллиграфия японцев. Об этом и не только в нашем обзоре. Китайцы смогут иметь двоих детей без разрешения властей. Такое правило будет действовать в рамках закона, который вступил в силу 1 января. Как заявили в китайском правительстве, отныне семьи смогут свободно планировать пополнение. Ранее в КНР приняли закон, позволяющий родителям иметь двоих детей. Однако для этого необходимо было еще получить специальное разрешение. Автоледи зажигает. В российском Сургуте женщина устроила пожар на заправке. Пламя вспыхнуло, когда горе водителя решила подсветить себе зажигалкой. Вероятно, в этот момент пистолет отщелкнул. Огонь охватил бензобак и часть колонки. Видео с места события зафиксировал авторегистратор одного из автолюбителей. Он, как и другие посетители заправки, поспешили поскорее уехать с места ЧП. 36-метровый Мао Цзэдун появился в китайской провинции Хэнань. Гигантскую статую возвели из бетона и стали и покрыли золотой краской. Стоимость проекта более чем 460 тысяч долларов. Все эти деньги собрали жители близлежащей деревни. В надежде, что золотой Мао привлечет сюда толпы туристов. Японцы отметили приход Нового года традиционным конкурсом каллиграфии. Более 3000 человек собрались в Токио, чтобы вывести на бумаге свои пожелания на 2016-й. Работали кистью из конского волоса и тушью. У каждого было по 24 минуты. Соревновались участники всех возрастов. Победителя объявят в феврале. Он получит награду от премьер-министра страны. Китайские моржи выясняли, кто быстрее. Около 600 человек поучаствовали в ледяном заплыве. Мероприятие прошло в Харабине, одном из самых холодных городов страны. Столбик термометра сейчас там опустился до минус 20. Заплыв стал стартом для ежегодного фестиваля снега и льда. Кот-примат покорил интернет. В сети набирает популярность новогодний ролик японских блогеров, переодевших усатого по имени Цу в мартышку. Кот с удовольствием поедает банан, а также вызывает небывалый интерес у своего сородича. Ролик набрал более трех миллионов просмотров. Правда, часть пользователей заявили, мол, кот выглядит грустным. И обвинили японцев в жестоком обращении с животными. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности UA. Хорошего вам вечера и до встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok